Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня, как всегда, на волнах радио Медиаметрикс Казахстан. Сегодня у нас очередная передача из цикла программ «Всё о коронавирусе, чего мы ещё не знали». Данный проект был поддержан фондом «Евразия» на средства компании «Шеврон Мунай Инк». И я очень рада приветствовать в студии нашего гостя Виталия Быстрюкова, главу представительства «Санайфи Казахстан», руководителя бизнес-подразделения «Общая медицина» по странам Центральной Азии и Беларуси. Добрый день, Виталий! Добрый день, Аида! Спасибо большое, что пригласили. А говорить сегодня тема нашей программы – это наша цель – защита пациентов. Ну, давайте начнём. Виталий, ну, наверное, ни для кого не секрет, что все мы пережили и переживаем очень-очень сложный период не только в нашей жизни, но и в жизни всего человечества. Это пандемия, карантин, в котором мы были, и всё то, что продолжается в посткарантинный период. И нам очень важно узнать у вас, как у представителя глобальной фармацевтической компании, как же ваша компания справилась с вызовами этого времени, как пережила и прожила этот непростой период вместе со своими пациентами, вместе со своими сотрудниками. Вот. Давайте начнём. расскажите, пожалуйста, как ваша компания вообще в целом в мире, потому что вы работаете практически в каждой стране мира, и в нашем регионе, и в том числе и в Казахстане, в частности, организовала работу ваших сотрудников, ваших офисов. Аида, спасибо большое за вопрос. Конечно, как любая компания, мы состоим из людей, обычных, простых. У нас более 100 тысяч человек по всему миру работает. И одна из главных и первых целей в период пандемии была защита наших сотрудников, защита семей сотрудников, родственников. И поэтому в первую очередь, что мы сделали, мы остановили, мы перевели сотрудников на новый формат работы, так называемый на английском work from home. Это значит, что у нас практически все сотрудники, 90% остались дома и стали работать из дома. Вторая задача важная была, и ещё почему эти сотрудники остались дома, потому что мало того, важно защитить самих себя, но ещё и не стать источником заражения других людей, потому что когда ты ходишь, встречаешься с клиентами, будь то аптека или дистрибьютор, ты можешь стать источником заражения. Поэтому, конечно, мы в самом начале пандемии всех сотрудников оставили работать из дома. Фактически приказом. То есть это не было выбором, это был приказ. Если можно выражаться языком военных. Вторая важная задача была продолжать обеспечивать производство наших препаратов, потому что пациенты, независимо от того, есть пандемия или нет, с хроническими заболеваниями или с острыми нуждаются в наших препаратах. И здесь нам важно было сохранить тот объём производства, чтобы пандемия не повлияла на наше производство, чтобы мы выполняли свои обязательства перед пациентами. И здесь я могу сказать, что нам тоже удалось это сделать. В качестве примера могу привести завод в Италии, когда в разгар пандемии у нас одно из производств находится недалеко от Милана. Мы, естественно, в соблюдении всех мер поддерживали уровень производства на 80 примерно процентах от обычного объёма. И таким образом мы не останавливали производство. И ни в одной стране мира у нас не было проблем с обеспечением препаратов с пациентами. С обеспечением пациентов с препаратами. Этим я тоже, можно сказать, очень горжусь этим. Виталий, ну это замечательно, потому что на самом деле я должна сказать, что вот на днях я прочитала рекомендацию, вы тоже же врач, латвийского врача, латышского врача, о том, как готовиться к коронавирусу. И одна из его рекомендаций — это было лечить свои хронические заболевания, повышать иммунитет и не забывать о своих хронических заболеваниях. И он сказал, только тогда вы будете готовы достойно встретить и дать отпор коронавирусу, потому что это же группа риска, я правильно понимаю, да? Поэтому вот работа таких компаний, как ваша, вот в этой части обеспечения тех препаратов, которые нужны, жизненно важны, необходимы другим категориям, не то что другим, а всем, любым категориям больных с хроническими заболеваниями, это очень важно, да? Для борьбы с коронавирусом. Абсолютно, абсолютно. Пациенты не могут прерывать терапию, независимо от того, пандемия или не пандемия. Это очень важно. Ну, смотрите, вот немножко можете рассказать, как была организована работа по доставке лекарственных препаратов, необходимых пациентам и с хроническими заболеваниями, и с нехроническими заболеваниями, и как была организована работа вот с вашими партнерами, дистрибьюторами, вот в этот непростой для всего человечества период? Ведь у вас же огромный опыт в этом накопился во всех странах. Да, да, да. Вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что действительно время было непростое. Здесь было, так скажем, два направления нашей работы. Ну, во-первых, сначала закрылись государственные границы, да, после введения территориального положения. И, в первую очередь, нам важно было обеспечить, так скажем, прохождение, ну, наше, скажем так, прохождение груза через границу. Мы доставляем наши препараты либо фурами, тратами, либо самолетами. И вот в этой ситуации мы, скажем так, бронировали заранее места на рейсах, потому что количество рейсов было резко снижено. Мы использовали двух водителей в фурах, потому что водитель, который у нас в Венгрии, сходился в тракт, да, у нас производство в Венгрии, наш склад, которым мы снабжаем Казахстан, находится в Венгрии. Он должен был приехать и сесть на две недели на карантин в Казахстане, согласно вот правилам карантина. Мы это, естественно, не могли себе позволить. Поэтому мы в Беларуси меняли водителя и сажали в машину того водителя, который мог беспрепятственно проходить через границу. Ему разрешалось не находиться на 14 дней на карантине. То есть вплоть до таких решений, точных. Плюс у нас большой склад в Казахстане, в Алма-Ате, куда вот эти препараты доставляются. И уже из этого склада мы отгружаем эти препараты дистрибьютором. И после введения, помните, да, введения, так скажем, отгонения передвижения в Алма-Ате и в области, когда мы были в Казахстане, здесь наша задача была получить для наших сотрудников разрешение на перемещение между областью и городом, тех сотрудников, которые работают на складе, которые каждый день руками упаковывают наши препараты в коробки, чтобы они доставляли дистрибьюторам, и дистрибьюторы доставляли в аптеку. И вот здесь мы работали и с антиферитовым демитетом, и с тематами для того, чтобы наши сотрудники были в списке людей, которым разрешено перемещаться, иначе мы не смогли бы просто доставлять наши препараты в аптеку. Это вот такая часть важная. Вторая важная часть – это выполнить те обязательства по обеспечению хронических больных, которые имеют право на бесплатное обеспечение. Здесь у нас есть определенные обязательства, оговоренные договором государством по объему этих препаратов, которые мы доставляем в течение года. Но поскольку спрос возрос, и это с разными факторами связано, но спрос возрос на препараты, в том числе и за ковида, мы вынуждены были размещать дополнительные заказы на производстве. А дополнительные заказы на производстве – это нельзя сегодня разместить заказ и завтра получить препарат. Проходит не менее четырех месяцев для того, чтобы получить препарат, который заказан. Препарат нужен здесь и сейчас, сегодня уже, или даже вчера. И поэтому мы сейчас продолжаем решать такие задачи, как ищем дополнительные объемы на других заводах. Пытаемся получить, совместно с Минздравом работаем, пытаемся получить разрешение на бот препаратов, которые есть в казахстанской упаковке, для того, чтобы обеспечить этот возросший спрос. И это непростая задача, я вам хочу сказать, потому что фарма-жестрия зарегулирована законодательно, очень серьезно, и мы суркулезно каждый день работаем над тем, чтобы обеспечить возросший спрос на препараты в Казахстане. Это прямо могу сказать, что, ну, наверное, человек 30 каждый день работает из казахстанского офиса, работает над этим. Вот сегодня, буквально с утра, я тоже решал этот вопрос с одним из препаратов, я не буду называть его, который резко возрос спрос, и мы сейчас решаем, как можно во французской упаковке ввести этот препарат, потому что просто другого препарата сейчас нет. Виталий, интересно, вот вы затронули, мне кажется, очень важную проблему, и она сейчас обсуждается не только фармацевтами, фармакологическими компаниями, но и просто пациентами, просто гражданами нашей страны. Я буквально вчера, я же не знала, что вы будете вот об этом говорить, я прочитала несколько постов в Фейсбуке, в том числе пост одного из политологов о том, что, ну, то есть людей далёких, казалось бы, от фармацевтической индустрии, мы, в принципе, я тоже, так, скажем так, просто как пациент, как клиент, о том, что вот эта вот упаковка и так далее, что задерживает, задерживает, скажем так, ввоз, и задерживает то, что пациентам будет доступно это лекарство. И очень многие, ну, скажем так, люди говорят, не просто простые рядовые, а те, которые, в общем-то, имеют отношение, говорят о том, что сейчас нам нужно облегчить, снизить, скажем так, требования, но снижая эти требования, имеется в виду требования к упаковке, не к самому препарату, не к его там сертификации, не к его, скажем так, оригинальности, да, а требования вот такого технического характера, скажем так, какие требования, да? Я хочу сказать, что здесь государство в Казахстане идет навстречу, а сейчас и принимает быстрое решение, вот недавно совсем было принято решение о сокращении периода сертификации на продукт, то есть сейчас вместо 10 дней это должно быть сделано за 3 дня. То есть вот этот препарат пересекает границу, происходит растаможка, и дальше теря должна быть протертифицирована. И вот если раньше в среднем это от 10 до 2 недель, то сейчас это 3 дня максимум. Здорово, замечательно. Это очень сильно обеспечит и облегчит доступ. Я говорил чуть-чуть про другое, про то, что есть тоже законодательная регуляция, да, движение препаратов на рынке, и страна не может себе позволить хождение любых препаратов на рынке. Естественно, только зарегистрированы, только зарегистрированы, которые прошли все этапы регистрации и одобрены. Поэтому вот сейчас, почему я сказал, что мы ищем возможности французского. Вот у нас, например, завод, который выпускает препараты казахстанского, потом зарегистрирован в Казахстане. Сейчас дополнительный объем, который требуется в Казахстане, мы можем получить только через 4 месяца. Мы сейчас ищем возможности взять это на французском заводе, который производит препарат для Франции. Естественно, все написано на французском, на упаковке. Теперь мы ищем возможность, как этот препарат доставить сюда. Работаем с Мездравом, работаем с Ахиматом, для того, чтобы получить разрешение на ввод. Конечно, эту упаковку надо было потом обеспечить русскоязычным или казахстанным, или плетом, и так далее. Я хочу сказать, чтобы люди понимали, что никто не бросил вот в этой ситуации, ни людей, ни страну. Все работают, поверьте мне, на то, чтобы обеспечить этот подросший спрос. Просто это нельзя сделать вот так вот быстро, к сожалению. Это не та индустрия. Да. Виталий, спасибо большое за разъяснение. Спасибо огромное за разъяснение. Мы знаем, что безопасность сотрудников является одним из важных приоритетов вашей компании. Какие меры были предприняты для обеспечения безопасности сотрудников персонала компании, которые, вот вы сказали, 90% на удаленке, но какая-то часть сотрудников, она работала. Расскажите немного. В основном работали производства. В Казахстане нет, я имею в виду в мире заводы работали. И работали склады. Естественно, все меры по социальному дистанцированию, ношение масок, все меры по социальному дистанцированию, ношение масок, ношение перчаток, нахождение по одному человеку в помещении небольшого объема, не менее полутора метров и двух метров дистанции между сотрудниками, строгий график посещения этих офисов. Ну, не этих офисов, а этих там, ну, офисов, назовем это так, да, помещения, в принципе, склады, например. Когда у нас в понедельник работают одни люди, во вторник работают другие люди. В среду у нас генеральный уборка, без эффекта помещения, теперь опять работают другие смены и так далее. То есть вот такие вещи мы абсолютно следуем строго и локальному законодательству, плюс у нас вот внутренние, говорю, еще регуляторные меры профилактики были приняты. Офисы у нас закрыты. В Казахстане у нас только три человека имеют право сейчас на посещение офиса. Любой другой сотрудник должен запросить разрешение. Плюс мы измеряем температуру на обходе обязательно всех сотрудников, которые заходят в наши помещения. Везде у нас на каждом углу, если можно сказать, на кредитном шагу, санитайзеры. Уборка помещений происходит каждый час. То есть мы ускорили увеличивающую частоту уборки помещений. Ну, в общем, много сделали для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, которые вынуждены ходить на работу, ну, вынуждены ходить в офисы. Отлично, отлично. Это очень здорово, очень замечательно слышать. Немного расскажите о том, как ваша компания сотрудничала со всеми заинтересованными стейкхолдерами и на национальном уровне, и на региональном уровне. Какие вопросы вашей компании приходилось решать в этот непростой период, чтобы помочь местным сообществам? Ну, я уже частично затронул тему двесперебойной подставки препаратов. Это была наша, так скажем, основная обязанность, да, наша дьюти, выполнить обязательства перед пациентами. И мы с этой задачей справились, я не буду повторять уже, да, это я уже говорил о том, что мы взаимодействуем и продолжаем взаимодействовать и с Минздравами, и с Ахиматами, для того, чтобы препараты были и в аптеках, и в больничных аптеках, и льготные категории граждан каждый месяц их получали. Второе важное направление, важная задача – это работа с медицинским сообществом, с научно-медицинским сообществом, с врачами, с лидерами мнений, с фармацевтами, с провизорами. И здесь мы тоже, могу сказать, что в условиях вот этой вот пандемии, в условиях того, что люди, врачи, в первую очередь были заняты лечением пациентов, мы разделили нашу работу по двум направлениям. В первую очередь мы стали работать как, ну, медицинские консультанты, что ли, да, как компания, которая отвечает на вопросы, которые возникают у врачей при столкновении с тем или иным случаем, особенно у хронических пациентов, особенно у пациентов с сахарным диабетом, врачи могли звонить нашим медицинским советникам, медицинским адвайзерам, наш медицинский отдел и консультироваться. Так, в той или иной ситуации, прийти и управлять заболеванием, с сахарным диабетом. Что делать с лечением, имеет ли смысл корректировать, должен переводить и так далее. То есть мы работали как консультационное такое вот окно для решения сложных действий и ответа на вопросы, которые возникали. Второе, мы уменьшили чистоту, нашу плановую чистоту контактов с врачами. Мы уменьшили количество научных мероприятий, понимая, что врачи в этот момент, они заняты другим, да, они сейчас им, ну, условно говоря, не до науки сейчас, они сейчас больше заняты практикой, они на передовой, они лечат пациентов, и у них просто нет времени для того, чтобы участвовать в этих научных мероприятиях. И мы здесь вот подошли к такому, к такой, скажем так, позиции бережного отношения, что ли, да, бережного взаимодействия с противным сообществом. Уменьшили количество контактов просто в этот момент и продолжаем его уменьшать. То есть, словно говоря, не надоедаем нашему научному сообществу нашими контактами. Скорее работаем на прием и на ответы на вопросы, вот так скажем, да. Плюс, что мы еще сделали? Мы очень сильно расширили, так скажем, возможности нашего дизитного канала. У нас есть такой инструмент, как Докфера, да, Докпортал, КЗ. Это такой портал, веб-сайт для специалистов здравоохранения. Туда можно зайти только, если ты являешься врачом, и если ты зарегистрировался, имеешь свой личный кабинет. Где мы размещали информацию и о ковиде, и о лечении хронических заболеваний, и последние статьи научные со всех конгрессов, Американской гердической церкви конгресса, кардиологического конгресса европейского, для того, чтобы врачи, когда у них есть время и возможности, и интерес, они могли туда заходить и врать ту информацию, которая интересна им в этот самый момент. Я могу сказать, что в период пандемии количество посетителей нашего Докпортала увеличилось на 40%. Это значит, что у врачей действительно был и есть интерес к научной информации, но она скорее такая переслание из активной фазы, более такую, знаете, ну, если можно сказать, пассивную, когда у врачей есть время, и желание, он может зайти и познакомиться с этой информацией. А вот, Виталий, скажите, пожалуйста, это очень интересная информация про этот портал. Докпортал ТИЗ, да, он называется? Докпортал ТИЗ, да. Скажите, а кто там отвечает за наполнение, кто даёт вот эти вот консультации, проводит? Поскольку у нас большая компания, входящая в пятёрку фармацевтических гигантов мировых, у нас огромный, так называемый, научно-медицинский отдел, и вот отвечают за контент, за наполнение, за информацию наш медицинский отдел. То есть это медицинские советники, которых у нас в Казахстане шесть человек работает, в Евразии у нас медицинский отдел порядка из пятидесяти человек состоит, достаточно большой, да, и вот эти люди, эти сотрудники, они отвечают за наполнение. То есть это сугубо медицинская информация, это сугубо медицинский портал, он неформационный. Понятно. Его посетить могут только специалисты здравоохранения. То есть туда простой человек не может зайти. Я поняла. Я поняла, что это поддержка вашего медицинского сообщества, правильно я понимаю? Это абсолютно поддержка медицинского сообщества, да. Где они могут найти ответы на вопросы, которые у них возникают при лечении того или иного заболевания. Например, эндокринологи могут найти там ответы на вопросы, как лечить сахарный диабет, например, в период пандемии. Понятно. Осложняя течение сахарного диабета. И как вести процент в этих условиях. Отлично. А вот вы сказали, что за период пандемии посещаемость портала возросла на 40%. Это в Казахстане или... А вот вы же отвечаете еще за страны Центральной Азии, Белоруссии. Там, наверное, тоже возросла. У нас в Узбекистане нет такого портала. Пока мы работаем над тем, чтобы он появился у нас. В Белоруссии возросла. И я могу сказать, что Белоруссия возросла. И поскольку мы входим с периметра Евразии, могу сказать, что в России посещение док-портала выросло на порядка на 60 или даже 70%. 65 или 68% там такая ситуация. Виталий, скажите, пожалуйста, какие у компании ваши есть планы сегодня по поддержке сотрудников вашей компании и местных сообществ в этот период, когда идет нарастание темпов распространения заболевания? Спасибо. Аида, я уже сказал, что мы 17 марта находимся в режиме удаленном. Все сотрудники, практически 90% находятся дома и работают из дома. Это тяжело психологически даже. Возле 4 месяца находиться дома. И поэтому наш сотрудникам, помимо материальной поддержки, которую мы продолжаем оказывать, мы сохранили все зарплаты, мы сохранили все социальные выплаты нашим сотрудникам. Мы оплачиваем больничные листы, если это подтвержденные, 100% оплачиваем больничные листы, если это подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Мы, еще раз говорю, материально наши сотрудники совершенно никак не пострадали, не ущемлены, несмотря на то, что, скажем так, столице времени у них рабочего чуть-чуть снизилось. Ну, потому что до этого они, все-таки, имели, скажем так, больше контакта, сейчас у них меньше контакта, связанное с тем, что просто те враты, с которыми они раньше контактировали, они сейчас заняты на лечении ковида. Это первая поддержка наших сотрудников. То есть мы совершенно поддержали их материально и продолжаем поддерживать, и будем продолжать поддерживать. Но очень важно поддержать их еще и морально, потому что, я говорю, 4 месяца, но даже нам с вами, так скажем, поводным и закаленным людям очень тяжело сидеть дома. Могу по себе сказать, я уже на грани, если честно говоря, хочу куда-нибудь поехать, сдерживаюсь из последних сил. Что мы сделали для того, чтобы поддержать и настроение, и мотивацию сотрудников, и сохранить вот это вот ощущение команды и сплощенности, несмотря на то, что мы каждый сидим по своим видам, по своим телевизорам, по своим экранам и чувствуем разобщенность. Но у нас очень много было инициатив на уровне компании. Например, вот это выставка, в свое рабочее время, Санатей решила направить на обучение сотрудников. Было организовано огромное количество онлайн-курсов разного характера. Можно было тренировать так называемые «Сарпскилз», те навыки, которые требуются в каждой дневной работе. И «Сарпскилз», и психологические тренинги были организованы, и разного рода тренинги, даже вплоть до того, как инвестировать средства. Мы занимали и развивали сотрудников каждый день. Он мог подсоединиться к любому, к двум, трем, четырем тренингам, из которых он мог выбрать наиболее интересные. Второе, мы сделали на уровне Центральной Азии такое, ну так мы назвали это «челлендж», это еженедельные встречи с сотрудниками всех в Думе, когда мы давали задание на неделю, разместить фотографию или историю. Мы голосовали за темы, выбирали три темы, одну из них выбирали для следующей недели. Сотрудники размещали фотографии, например, тема была «Традиции вашей семьи». Сотрудники размещали фотографии своей семьи, описывали эти традиции. Каждый мог зайти, поставить лайк, оставить свои комментарии, и каждую неделю мы подводили итог, выбирали самую лучшую, значит, публикацию, награждали, комментировали, и таким образом это и вовлеченность повысило, я могу сказать, мы еще больше сплотились, потому что до этого мы узнали про семьи друг с другом или по традиции, про традиции. Люди делились своими животными, люди делились своими семейными фотографиями, люди делились своими традициями, и это и доверие укрепило, и сплотило наш коллектив. Я вот этим тоже очень доволен, очень гордуюсь, что нам удалось на последние четырех месяцев сохранять нашу команду. Это замечательно. Виталий, знаете, я недавно участвовала в одной сессии, в которой участвовали HR-директора многих крупных компаний казахстанских, и они отметили, что вот за этот период карантина команды сплотились и стали даже больше узнавать друг о друге, чем же занимается, вот что называется тот кросс-сегмент коллаборейшн, он как бы вот возрос, укрепился, и все стали сочувствовать, помогать друг другу больше, стараться сделать быстрее даже в нерабочее время и так далее. Это очень вот, сказали, один из результатов вот этой вот работы на удалёнке, что он был очень даже позитивным. Второй результат, что на удалёнке работать можно, и можно работать эффективно. Спасибо за то, что вы поделились, это очень-очень замечательно, классный опыт. А я хочу нашим слушателям ну как бы напомнить, что мы сейчас разговариваем с Виталием Быстрюковым, главой представительства САНОФИ в Казахстане, в странах Центральной Азии и Белоруссии, и Виталий по специальности врач, он закончил Челябинскую государственную медицинскую академию, работал врачом, анестезиологом, реаниматологом, поэтому его вот опыт практической деятельности тоже очень важный. Я хочу к вам обратиться как к врачу, Виталий, и спросить, какие рекомендации вы вот как врач можете дать нашим слушателям, зрителям, что сегодня особенно важно соблюдать. Понятно, руки мыть и так далее, но вот ваши личные рекомендации. А вы знаете, Аида, очень, очень, как скажем, вы сейчас так очень типично прокомментировали, понятно, руки мыть, но вы знаете, вот в итоге непонятно, что надо. Да я руки с детства мою, я поэтому. Ну вы знаете, это парадоксально, но на самом деле очень простые вещи вот в данной ситуации нужно соблюдать, и они работают. Потому что что сейчас происходит в Казахстане? Казахстане сейчас произошло и происходит волнообразное нарастание новых случаев. Это связано с тем, что когда карантинные меры были сняты, люди вышли на улицы и, так скажем, стали контактировать друг с другом в чаще, ну потому что сидели дома, и получается, что и были бессимптомные носители и так далее, неважно, но получается, что один человек мог стать источником заражения нескольких человек, так скажем, он мог стать суперзаражателем, да, он мог заразить от 10 до 20, 30 человек. В мире такие кейсы были, скорее такие кейсы были, в Америке такие кейсы были, особенно в религиозных сообществах, таких закрытых сообществах, как школы или военные заведения, учреждения. Вот в Казахстане, на мой взгляд, субъективной, произошло то же самое, да, когда и в данной ситуации ни одно государство, даже самая продвинутая система здравоохранения не способна справиться вот с этим наплывом новых случаев, к сожалению. И поэтому единственное, что сейчас я как врач и как гражданин могу посоветовать и сказать, это очень просто, соблюдать меры, те меры, которые везде уже, не знаю, только из-за тюгов, мне кажется, не звучат. Первое, умыть руки, абсолютно, носить с собой санитайзер и постоянно руки обрабатывать, чтобы не стать источником заражения и не заразиться самому. Маски обязательно, обязательно ношение масок, чтобы не заразить никого, если ты вдруг являешься носителем бессимптомным. И поменьше социальных вот этих контактов. Ну, надо еще чуть-чуть набраться терпения, ну и посидеть дома. Но вот, к сожалению, ничего вот проще и важнее придумать нельзя. Ну, от себя могу добавить еще, что не надо поддаваться панике, не надо никого винить и искать виноватого. Это самое последнее дело. Надо начать с себя и просто вот с таких простых мер. Хорошо. Вот все, что могу как врач сажать. Спасибо большое, Виталий. Ну и возвращаемся к нашей… Привески там летки не будет, Аида. Да, да, да. Возвращаемся к тому, что Санафи является все-таки одним из лидеров на глобальном фармацевтическом рынке и мировом. Поделитесь информацией о том, каковы перспективы производства вакцины от COVID-19. Ну, то, что можете сказать. Ну, да, я тоже считаю, что сейчас везде пишут об этом порядка очень много вакцин-кандидатов, порядка уже 100, там практически приближается цифра 100 вакцинным кандидатам. Каждая страна разрабатывает свою вакцину кандидата, и Казахстан разрабатывает свою вакцину кандидата. И это очень хорошо. Тем больше будет кандидатов, тем будет лучше. Потому что, ну, придется вакцинировать все население похоже, и поэтому, конечно, один завод или одно производство не справится с таким объемом. тем больше будет вакцин, тем будет лучше. Что касается Санофи, у нас есть две вакцины, два кандидата. Одна из них разрабатывается с американской компанией, как называется Translate Bio. Вторая разрабатывается в кооперации с Glacis Midline. Что касается, значит, сроков выпуска той или иной вакцины, по срокам второй кандидат, который мы разрабатываем в Glacis Midline, недавно совсем было объявление в прессе о том, что мы ускорились и вместо второго полугодия 2021 года сейчас ставим для себя цель первого полугодия 2021 года уже к концу первого полугодия 2021 года получить скажем так вакцину на рынке. Для этого мы ускорили все наши клинические исследования и я думаю, ну, с телеским пальцем мое мнение, я думаю, что мы не можем делать такие голословные заявления, они очень многообещающие, я надеюсь, что в первом полугодии 2021 года мы будем иметь, если вакцина закажет свою эффективность в клинических исследованиях, мы будем иметь ее производство, потому что в первую очередь доказать клиническую эффективность. Естественно, естественно. Мы одни из лидеров производства вакцин, наше подразделение Пастера является мировым лидером, признанным производством вакцин, поэтому я, скажем так, питаю большие надежды на появление этой вакцины в первом полугодии. Виталий, мы желаем успехов вам в этом производстве. Я думаю, что все это пройдет успешно, и клинические испытания, и проверка эффективности. Просто я, как обычный человек, планеты, Земля, желаю успехов, чтобы скорее это все свершилось. Кстати, раз уж мы заговорили про вакцины, Виталий, вы, поскольку врач по профессии, поэтому мне особенно важно, мне и нашим слушателям, конечно, особенно важно ваше мнение по вопросу вакцинации. Давайте все-таки этот вопрос затронем, несмотря на то, что у нас программа посвящена коронавирусу, потому что это один из самых важных вопросов. Насколько я вообще человек далекий, можно сказать, от медицины, как пациент, я, например, я полностью за вакцинацию, я понимаю, почему это важно, потому что вот смотрите, я для себя как определяю суть важности вакцинации, потому что те, кто не может по показаниям делать вакцину, они ходят спокойно, и потому что все вокруг вакцинировались. Ну я не знаю, вот я так из здравого смысла. Можно ваше мнение узнать, почему важно проводить вакцинацию, в целом и вакцинацию детей тоже? Ну, вы знаете, просто даже если погуглить в интернете историю вакцинации, историю вакцин, то можно с удивлением обнаружить, что еще даже в середине прошлого века в мире бушевали такие заболевания, как, допустим, ОСПа, и нам сейчас удивительно, потому что мы очень быстро привыкли, что этого заболевания уже не существует, но благодаря чему его не существует сейчас? Благодаря тому, что все поголовно были вакцинированы. То есть ежегодно, примерно по статистике, вакцинация помогает снизить или предотвратить смертность где-то порядка двух-трех миллионов жителей, людей, которые раньше умирали от этих заболеваний. Разных. Гиттерия, кори, полимелит и так далее. Поэтому критически важно иметь здравосмысл генетическую память. Чтобы элементарно предотвратить каждый год два-три миллиона смертей, нужно вакцинироваться. и это же ну как бы это просто достижение, я считаю, вообще вакцины это достижение человечества. Когда ты можешь просто одним уколом ну или там серии из трех инъекций повторяющихся каждый год обезопасить себя от смертельного заболевания. Это первое себя, а второе я еще раз обезопасить других людей, потому что очень важно иметь уровень так скажем иммунитета в обществе, в той популяции, с которой мы существуем. Если, допустим, взять, например, группу детского садика, то если там уровень вакцинации среди детей будет достигать 80%, то вероятность вспышки любого заболевания той же кори, например, она сводится практически к нулю. А если уровень напряженного иммунитета будет ниже 80%, то тогда в этих коллективах резко возрастает, скажем, ну, риск возникновения вот таких вот заболеваний. Представьте, да, если один, ну, это как с ковидом сейчас происходит. Один ребенок невакцинированный пришел, и половина детского садика, половина группы просто, или больше половины группы оказались больны. Кори — это достаточно серьезное заболевание, оно не смертельное, но оно теревается серьезными осложнениями, оно, так сказать, достаточно тяжело у детей. Поэтому я, как врать, категорически за вакцинацию, мои дети все вакцинированы. У меня даже не было дилеммы, там, вакцинировать или не вакцинировать. Ну, что касается, вообще, в принципе, безопасности вакцин, то это как, ну, это как любое лекарство. Вакцины проходят клинические испытания. Качество каждой произведенной партии, оно проверяется, и вот этот срок, как бы, да, проверки на качество для вакцин, он особенно длительный. Там более 10 месяцев проходит вот эта проверка качества выпущенной партии. Ну, я могу сказать, что у любого средства, будь то лекарство или вакцина, могут быть единичные случаи осложнений. Конечно, безусловно, но это количество осложнений на популяцию, оно ничтожно мало, и польза в данном случае, она перевешивает вот этот вот риск возникновения единичных осложнений. Вот это моя позиция как врача и как отца и как гражданина. Спасибо большое, Виталий, что вы поделились, потому что этот вопрос на самом деле очень важен, и у меня тоже вот как у мамы, как там, не знаю, как у женщины вызывает вот большую тревогу этот вопрос, когда я вижу в интернете, даже когда лидеры мнений, причём далёкие от медицины люди, ну, просто действительно не включают историческую память, не включают здравый смысл и логику, а просто, я не знаю, спекулируют или так далее. Поэтому очень важно было услышать ваше мнение. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы обсудили вот круг вопросов, которые я хотела вам задать, Виталий. Если вы хотите что-то ещё добавить, то пожалуйста, а если нет, то ваше пожелание нашим зрителям и слушателям радиомедиаметрик из Казахстана. Ну и не только Казахстан, потому что наши некоторые программы транслируются, повторяются в интернете. Спасибо большое, Аида, что пригласили. Я не знаю, насколько мои ответы были интересны, потому что я не сильно углублялся в детали по большинству вопросов. Может быть, я рад, если это будет кому-то интересно очень. Если есть необходимость в будущем, можем углубиться, например, в какую-нибудь тему и там более конкретные подробности разобрать. Но это так. Я хочу сказать, во-первых, здоровья пожелать. И хочу пожелать ещё не поддаваться панике, особенно сейчас, период, который сейчас происходит. Не буду даже охарактеризовывать этот период, потому что разные приходят прилагательные на ум. Но и сохранять способность критического мышления. Всё-таки это очень важно, потому что новости и вот эти мнения частные, они льются из тех утюгов. И даже Папа Ринский сказал, что фейк-ньюс, и это признанность сейчас, назовём так, фейк-ньюс, это самая большая проблема сегодняшней современности. Поэтому поменьше сохраняйте способность критически мыслить и оценивать информацию. Не верьте всему, что пишут в интернете. Анализируйте, включайте логику и делайте выводы. И будьте здоровы, пожалуйста. Всем хорошего иммунитета. Виталий, спасибо вам огромное. Мы благодарим вас за интересную беседу. На самом деле было очень-очень интересно. Я для себя, например, много узнала, особенно про вакцины, которые Санафи сейчас работает, над которыми. И мы желаем вашей компании, вашим сотрудникам успехов и крепкого иммунитета. Большое спасибо и до новых встреч. Спасибо, Алина. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok